Юрьевна, сегодня мы с вами начинаем изучать увлекательную биологию. Сегодня мы с вами будем рассматривать хамелеонов. Но для начала, прежде чем рассматривать хамелеонов в 3D, мы рассмотрим небольшую презентацию с вами. Презентация открылась? Да. Хорошо. Хамелеон от греческого «земляной лев». Это ящерица, у которой много примечательных особенностей. Было обнаружено около 90 видов хамелеона. 59 из которых живут на Мадагаскаре. Средняя продолжительность жизни у хамелеонов составляет от 3 до 5 лет. Посмотрите, сейчас мы рассмотрим с вами хамелеона. Это вблизи. Это домашний хамелеон. Здесь его поят. Простите. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, рассмотрим теперь, как выглядит хамелеон. Скелет. Скелет у хамелеона прочный, окостеневший, имеет пять отделов позвоночника и развитые ребра и грудная клетка. У хамелеонов сухая кожа, покрыта роговыми чешуями. Если рассматривать нервную систему, то головной мозг более развит, чем у земноводных. Если рассматривать пищеварительную систему, то пищеварительный тракт у них более длинный, чем у земноводных, потому что есть также у них слепая кишка. Так, дышат они легкими, сердце трехкамерное. По поводу выделительной системы, имеют они почки, имеют мочеточники, мочевой пузырь и моча выделяется через кларку. И размножение, запомните, ребята, они раздельноколые. В то же время у этого вида ящериц есть ряд особенностей. К числу основных отличительных признаков, характерных только для хамелеона, можно отнести следующий, который вы должны запомнить. Первое – это длинный и стильный язык. Второе – острый, сильно вытянутый и сжатый по бокам скелет. У них также своеобразное строение костей черепа. То есть они имеют большие глазные впадины, которые сильно выступают, такие скуловые кости имеют, и также височные кости. Также немножко так выступают. Особенности расположения подзвонков и мышечного каркаса для выполнения сложных движений также имеют все виды хамелеона. А здесь мы видим, как хамелеон ловит свою добычу. Алла, извините, я вижу, что у нас поднята ручка. Когда будет возможность, давайте дадим вопрос задать. Да-да, после лекции. Так, давайте рассмотрим строение хамелеона. Хамелеон имеет головной мозг. Имеет трахею. Пищевод. Легкое. Сердечко. Печень. Имеется также позвоночник. Почка. Желудок. Кишечник. Язык. Ноздря. Большую часть своего времени хамелеоны покоятся на ветвях деревьев, как мы здесь видим на картиночке. Они могут выжидать добычу или просто отдыхать. Купалые конечности приспособлены к лазаням по дереву. И благодаря мощному хвосту хамелеоны могут чувствовать себя спокойно в густых зарослях. Теперь разберем, где же они обитают. Хамелеоны живут в африканских странах, южнее Сахары. Также их можно встретить на Матагаскаре и прилегающих островах. Некоторые виды проживают в азиатских, арабских странах. Реже их можно встретить в Америке и в теплых штатах. А здесь мы видим маленьких хамелеончиков. Это еще малыши. Так, теперь разберем цвет хамелеона. Хамелеоны известны своей способностью менять цвет. Однако представление о том, что хамелеон меняет окраску, чтобы походить на окружающие предметы и фон, является неверным. И это запомните. У них есть основная окраска, которая обеспечивает защитную расцветку, а цвет меняется в зависимости от температуры. Также цвет меняется в зависимости от освещения, а также от настроения хамелеона. Хамелеоны меняют цвет, как я сказала, не только из-за температуры и освещения, также от испуга могут поменять цвет. То есть на более такой яркий. И если они также испытывают жажду или какое-либо раздражение. Доступные хамелеону цветовые вариации зависят от преимущественной среды обитания, которая характерна для данного вида. И хамелеоны также у нас ведут дневной образ жизни, так как во сне они теряют над собой контроль. Контроль конкретно над цветом кожи. Они просто-напросто пледнеют и становятся заметными для хищников. Изменения цвета происходят в результате изменения температуры освещения. То есть температура может повыситься, температура может понизиться, то есть окраска будет всегда изменяться. То есть что здесь конкретно у нас будет в коже находиться. Здесь находятся хроматофоры, такие клеточки, которые лежат под внешней кожей хамелеона. И там содержатся цветовые пигменты, которые уже окрашивают рептилий в определенные цвета. То есть имеется верхний слой хроматофор, он имеет красный и желтый пигмент, а нижний слой уже имеет, соответственно, голубой или белый. И расширяется, сокращается, пигменты как бы смешиваются в клеточках. То есть они держатся таким образом, как краски. И, соответственно, мы видим такие потрясающие эффекты, то есть как идет смена цвета у хамелеона. А сейчас, ребята, мы посмотрим, как хамелеон меняет цвет происходя, то есть на более пострую окраску. Здесь мы видим хамелеон сначала в спокойном состоянии. Но если его напугать, появится сейчас пестрая окраска. Человек пытается его потрогать. Он начинает бояться. Вот эти пятнышки проявляются. То есть яркую окраску они приобретают, когда они видят хищника, когда они видят самца или самку. Тогда появляются такие яркие цвета. Также, когда хамелеон молодой, также у нас будет яркий цвет. Но если хамелеон уже такой, так сказать, в возрасте, да, то есть он уже в предсмертном состоянии скоро будет, да, то есть скоро будет умирать, то он меняет окраску на белый цвет. То есть это говорит о его состоянии здоровья. Посмотрите, как окрасочка изменилась. Он более такой пестрый стал. Если у него будет стресс, он поменяет на темный окрас. Так, теперь рассмотрим размножение хамелеонов. В основном хамелеоны-одиночки. Размножение происходит дважды в год. Самки хамелеонов откладывают до 60 яиц. Некоторые просто-напросто, ребята, закапывают кладку в песок, а некоторые подвешивают вот эти целые кладочки на ветвях. Это все малыши. Здесь мы видим вылупление из яйца. Так, еще одна особенность, почему хамелеоны меняют цвет. То есть любопытным открытием стало и то, что огромную роль в перемене окраски хамелеона, ребята, играют его глаза. Экспериментальным путем было установлено, что способность менять цвет кожи будет утрачена, если повредит ему зрительный нерв или лишить его глаз. То есть потому что все это связано с нервной так же системой. Так, теперь рассмотрим дичь хамелеона. Большинство ящерец ловят насекомых верхней частью языка. И благодаря его липкой поверхности, вот тут, которая находится, липкая поверхность. Но проворный язык хамелеона умудряется также схватить и большую гладкую добычу. То есть как он это делает? Вот здесь посмотрите, как присоточка образуется. То есть перед тем, как язык прикоснется к жертве, две мышцы тянут центральную часть кончика назад и образуют своеобразную присосочку. И язык может быть примерно размером самого хамелеона, иногда даже и больше. Охотится животное молниеносно. То есть язык быстро высовывается, кот захватывает жертву. Кончик языка хамелеона, он похож как на небольшую стрелу, на конце которой располагается маленькая присосочка. И там будет такой небольшой липкий раствор, благодаря чему жертва как бы приклеивается и затягивается таким образом в пасть. Посмотрите. Теперь тут посмотрим. В основном хамелеоны питаются мелкими зверьками. Также питаются нас насекомыми, маленькими рептилиями и присмыкающимися. То есть крупные хамелеоны могут охотиться даже, ребята, на грызунов. Они также могут охотиться на птиц, потому что размеры, какие у них бывают, бывают и 60 сантиметров. А бывают очень маленькие размеры, которые достигают 3 сантиметра. То есть разные виды бывают. Также хамелеоны любят кушать листочки, фрукты, овощи и так далее. Посмотрите, здесь кормят хамелеона. Дома также можно содержать их. Теперь посмотрите на глазки хамелеона. Глаза животного покрыты небольшими чешуйками. Вот они, тут чешуйки. Глаз может крутиться во всех направлениях, и животное может осматривать все пространство вокруг себя. Причем глаза могут крутиться по отдельности. Один может вверх смотреть, другой может вниз смотреть, например. То есть по кругу. То есть круг обзора у них 360 градусов. Здесь хамелеончик играется. И вот посмотрите на хамелеона. У него не пестрая окраска. То есть человека он не боится, к человеку он привыкший. Теперь рассмотрим зрение хамелеона. Ребята, зрение у хамелеона очень хорошее. То есть хамелеон, он может увидеть маленькое такое насекомое на расстоянии даже 10 метров. У хамелеона большие глаза. Вот они. И для определения расстояния хамелеон использует уникальный телефотографический принцип. То есть представьте себе фотоаппарат старого поколения, на котором для фокусирования объекта нужно настраивать регулировку. То есть вы можете определить расстояние к объекту, когда он в фокусе, отметив расстояние метки регулировки. То есть таким образом устроены глаза и хамелеона. Здесь также мы видим хамелеона. Это пантеровый хамелеон. И минский хамелеон. Гребешковый хамелеон. Хамелеон Джексона. Красавчик, да? Пустынный хамелеон. Обыкновенный хамелеон. Хамелеон. Хамелеон Тарзана. Гигантский хамелеон. Хамелеон Брукезия. Это самый маленький вид хамелеона. От 3 до 5 сантиметров, не более. Так, а теперь здесь небольшая викторина. Сейчас вы отведите на опросики, а потом и рассмотрим еще хамелеонщиков 3D. Что на греческом значит хамелеон? Давайте я сейчас верну. Кто мне скажет? Кто внимательно слушал презентацию? Это земляной лев. Так, вот, молодцы. Земляной лев, так, хорошо. Следующий вопросик. Сколько всего видов хамелеонов? 90. Да, в одних источниках пишут 90, да, а в других источниках даже можно найти, что даже бывает 160 видов. Так, почему хамелеон меняет окрас? Какие там клеточки есть? Хромострофоры, да? Да, но клеточки имеют хромотофоры, да. И там содержится цветовой пигмент, то есть имеются различные пигменты разного цвета, да, и в зависимости от настроения меняется окраска хамелеона, то есть он то ли в хорошем настроении, то ли он в плохом настроении, то ли он агрессивен, там будет меняться окраска. Так, а кто внимательно слушал, как долго живут хамелеоны? От 3 до 5 лет. От 3 лет. Так, хорошо. Но, ребята, даже встречаются такие виды, которые живут и 12 лет. Есть и такие, да. А как охотятся хамелеоны? Своим языком. Своим языком. Своим языком. Вот умнички, хорошо. Так, а теперь рассмотрим хамелеонов 3П. Хамелеон подключился? Да. Да. Так, сейчас мы его покрутим со всех сторон для начала, посмотрим. Посмотрите, голова шлемообразная. Мы увеличим. Увеличим. Заметно приподнятой дотылочной область. Она может быть с такими гребнями. Так же, как мы рассматривали с вами других хамелеончиков, там могут быть рога. Но такие образования, они более развиты у самцов, чем у самок. Так, рассмотрим ноги. Ноги, посмотрите, длинные. Здесь, здесь посмотрим. То есть, они своеобразно приспособлены к лазанью. Если мы посмотрим на пальчики, то пальцы срастаются в две противорасполагающиеся друг другу группы. То есть, по 2 и по 3. То есть, всего будет 5 пальчиков. То есть, они тут срастаются. Тут и тут. И напоминают чем-то клешню. Вот они идут. Так, рассмотрим теперь хвостик. Вот он идет. Это все хвостик. Хвост толстый. И может спирально закручиваться у основания. Вот он закрученный. То есть, как обвивается вокруг веточки обычно. Рассмотрим глазки. Органы зрения такие необычные. Веки сросшиеся. Так, тут посмотрим. То есть, как бы покрывают глазик эти веки. И видим такое небольшое отверстие для зрачка. И когда хамелеон, например, пытается атаковать, то он поворачивает оба глаза на добычу и таким образом он уже атакует. Сейчас мы посмотрим, как он атакует. Так, вот он идет, хамелеон. Увидел свою добычу. Посмотрите, кузнечика. Кузнечик. Высовывает язык. Все, и скушал его. То есть, за три секунды хамелеон может съесть четыре таких добычи. Но во время охоты хамелеоны, как правило, длительное время сидят на ветвях в деревьях. Тело животное при этом остается неподвижным. Но периодами, конечно, они могут потихонечку двигаться к своей жертве, как мы видим здесь. Бывает такое, что добыча очень тяжелая. Поэтому он бывает, хамелеон уже ближе подкрадывается к своей жертве. И как бы хватает ее уже не только языком, но и еще всем ртом. Так, сейчас я увеличу. Свети глазки. Так, строение тела посмотрим. Стамец достигает 30-37 сантиметров, а станка достигает 25-35 сантиметров. Так, вот, знаете, это шлем. Увеличим. Ребристая голова. Вот она. Вот она. Вращающиеся глаза. Так, один глазик посмотрим, второй. Имею толстую кожу. Цепкий хвост. Лишневидные конечности. Так, тут мы его рассмотрели. Так. Стергио, да? Назови мне, пожалуйста, строение хамелеона. Вот посмотри на хамелеонщика. Давайте постараемся запомнить его строение. Что это такое? Это шлем. Шлем. Вот, умничка. Хорошо, молодцы. Это что у нас? Ребристая голова. Вот, умнички, ребристая голова. Так, а это что у нас двигается так во все стороны? Глаза. Глаза. Молодцы. Сколько глаз у хамелеона? Два. Хорошо. Так, это что у нас? Лапы. Лапы. Лишневидные. Да. Или клешневидные конечности. А пальчики срастаются или нет у хамелеона? Посмотрите. Вот сейчас я вот тут увеличу, чтобы вы посмотрели, как у него это все. Вот, пальчики видно всем? Да. Вот посмотрите, они срастаются. С этой стороны три пальчика. Когтями. Раз, два, три. А с этой стороны два срастаются. Вот, раз, два. То есть всего пять пальчиков, которые срастаются. Так, какая кожа у хамелеона? Толстая или тоненькая? Толстая. Толстая. Хорошо, молодцы. Так, теперь посмотрим, как хамелеон меняет цвет. Изменение окраски связано с особенностями строения кожного покрова. То есть в наружном, волокнистом и более глубоком слое кожи, как я вам, ребята, уже говорила, находятся особые такие разветвленные клеточки, которые называются хроматофоры. И содержат они уже дёрнышки. То есть эти дёрна имеют различные пигменты. То есть могут быть чёрного, могут быть, например, тёмно-коричневого, красного или же жёлтого. И при сокращении вот этих данных отростков, хроматофоров, зёрна пигментов, они перераспределяются, например, по всему телу. И наибольшая концентрация приходится именно на центр данных клеток. И, соответственно, кожа будет там более такого тёмного цвета. Здесь мы видим более такой светлый окрас. Различная вариация идёт. Также, когда у нас появляются зелёные цвета. Зелёные цвета окраски появляются дополнительно в результате уже преломления именно лучей света, то есть поверхностном слое кожи. То есть здесь содержатся ещё специальные кристаллы гуанина. И мы видим ещё некие такие оттеночки зеленоватого, например. Так, а теперь давайте с вами разберём, есть ли хамелеон, например, напуга. Какого цвета будет окраска? Кто запомнил? Яркая. Белая. Она будет яркая, она будет такая пёстрая, чтобы напугать своего врага. Хорошо. Если хамелеон старенький уже, да, если он такой уже болеет, какого цвета он будет? Белый. Вот у Мишки. Белый, да. Хорошо. Если хамелеон увидел самочку, какого цвета будет? Яркий. Всегда будет яркий. Хорошо. Если самка увидел? Тоже. Тоже яркий. Так, хорошо. Самки примерно откладывают от 15 до 60 яиц. То есть они закапывают их в песочек, а некоторые, как я говорила, виды уже как бы подвешивают кладки на деревья. И период инкубации длится примерно от 3 до 10 месяцев. Но детёнышей выводится от 5 до 15. То есть половина из них уже поебает. Так, кто мне хочет ещё назвать строение хамелеона? Нет. Ну, я могу попробовать. Так, хорошо. Сейчас я подключу, чтобы было бы легче. Не, не надо. Я просто так хочу попробовать. Вот. Хорошо. Так, сейчас я туда... Так, сейчас я со мной подключу со мной у хамелеона. Так, хорошо. Что это у нас? Это шлем. Так, а это что? Это репресса голова. Голова. Так, а что это у нас крутится? Глаза. Уничка, хорошо. Это? Это лапки. Так. Сколько пальчиков? Пять. Пять. Хорошо. Пальчики-коготочки имеют? Да. Отлично. А ещё они сросшиеся. Правильно. С одной стороны сколько пальчиков у нас будет? Одной три, с другой два. Так, отлично. А что есть во рту хамелеона? Чем он ловит добычу? Цепкий язык. Липкий. Да, липкий язык. Правильно. Хорошо. А какой длины язык? Что? Ростом длины языка какой будет? Ростом хамелеона или, например, половину? Или больше хамелеона может быть? Может быть, ростом хамелеона, а может быть, больше. Вот, правильно. Отлично. Так, а это что у нас? Хвост. Хвостик. Хорошо. Молодец. Умничка. Отлично. Ещё у него очень толстая кожа. Да, толстая кожа. Правильно. Умничка. Хорошо. Почему меняет цвет? Что имеет? Хроматофоры. Правильно, хроматофоры. Так. Алан и Алиса. Давайте теперь вы попробуйте. Я подсказочку включу, чтобы сложно не было. Вы молодцы. Давайте вместе попробуем. Это шлем. Шлем. Это голова. Голова. Да. С помощью чего он смотрит хамелеон? С глазами. Да. Глазки у нас вращаются или нет? Да. Вращаются. Конечно, вращаются. А на сколько градусов? На 360. Да. А Алиса, как глаза смотрят в одну сторону или могут смотреть в разные стороны? Могут смотреть в разные. Хорошо. Это что? Клапки. Лапки. Сколько пальчиков имеет? Пять. Хорошо. Так, это что у нас? Хвост. Хвостик. А для чего нужен хвостик? Помните? Цепляться. Чтобы цепляться за веточку дерева, да. То есть он использует для этого лапки и использует также хвостик. Молодцы. Так, а кожа какая будет? Толстая или тоненькая? Толстая. Конечно. Толстая. Конечно. Молодцы. Так, кто еще хочет попробовать? А Виталий, София? А, так, София, да? София. Угу. А Вит... Так, Сергей ручку поднял, я вижу. Наверное, после девочек? А Виталий, София? Ага. Да-да-да. Девочки. Можно мне показать своего игрушечного хамелеона, но почти у него все функции, как у настоящего? Конечно, можно. А Виталий, София, вы будете отвечать? Ага, вижу, красивый хамелеонщик. Угу. Так, давайте будем отвечать. София, это что у нас будет? Шлем. Шлем. Так, это? Голова. Хорошо. Это? Глаз. Глазик, хорошо. С помощью чего он ходит? Лапки. А что у нас напоминают лапки, посмотрите? Клешни. Клешни, да, хорошо. Сколько будет пальчиков? Пять. Пять, хорошо. Гогатки имеют? Да. Хорошо. Кожа толстая или тонкая? Толстая. Так, хвостик имеют? Да. Имеют, хорошо. Умничка. Так, кто еще хочет ответить? А Виталь тоже хочет ответить. Я хочу тоже. Я умею. Так, давайте тогда по одному. Так, что это у нас? Шлем. Так, хорошо. Это? Голова. Голова. Так, это? Глаза. Хорошо. А что здесь за дырочка такая? Зрачок. Зрачок, конечно. Это? Лапки. Лапки. Клешни видные. Пальчиков сколько? Пять. Пять. А как они у нас срастаются? С одной стороны сколько пальчиков? Они срастаются с одной стороны три, а с другой два. Так, молодцы, хорошо. Сейчас мы снизу посмотрим. Вот они два. Так, это что? Хвост. Хвостик, хорошо. Умничка. Кожа какая? Толстая или тонкая? Толстая. Хорошо. Так, еще кто-то хотел ответить? Все умнички, хорошо работаете. Так, или уже всех спросили, да? Так, а теперь небольшая викторина. Сейчас подключу. Так. Презентация подключилась, следующая? Да. Проверка знаний. Друзья, насколько вы знаете хамелеона? Давайте это проверим. Прочитайте вопрос и нажмите на правильный ответ. Если вы ответите верно, откроется часть картинки. К какому виду животных, с точки зрения биологии, относятся хамелеон? К амфибиам или к ящерицам? К ящерицам. К ящерицам. К ящерицам. Так, молодцы, к ящерицам. Хорошо. В каком месте на Земле обитает самое большое количество хамелеонов из ныне живущих? На острове Мадагаскар. Правильно. У хамелеонов очень хорошее зрение, но слабый слух. Или слабое зрение, но хороший слух. Хорошее зрение, но слабый слух. Умнички, хорошо. Как может проявиться болезнь хамелеона в его организме? Частично окраситься красный цвет или стать полностью черным? Частично окраситься в красный цвет. Так, кто-то говорит красный цвет, внимательно. Черный. Да. Но если он будет сильно старенький уже и в предсмертном состоянии, то он станет уже белым. Так, следующий вопросик. Как переводится слово хамелеон? Земляной лев или мастеров? Земляной лев. Правильно. Земляной лев. Молодцы. Ученые полагают, что основная функция, изменяющая цвет кожи хамелеонов, это симптомы болезни или общение с тебе подобным? Общение с тебе подобным. Правильно. Общение с тебе подобным. Молодцы. Увидели самочку, стали пестрыми. Увидели там хищника, также более пестрыми. Там поменяли на определенный свет. Так, на солнце хамелеоны становятся более какими, общительными или незаметными? Незаметными. Незаметными. Так, ну давайте нажму незаметными. А ну-ка внимательно, на солнышке. Общительными. Конечно, более общительными. Хамелеоны умеют двигать глазами в разные стороны. Да. Да. Какой размер у хамелеона в среднем? 25-35 сантиметров или 15-25? 25-35. 25-35. 25-35. Все молодцы, все умнички. Запомнили. Утраченный хвост у хамелеона восстанавливается, да или нет? Нет. Нет. Молодцы. Следующий вопрос. Если близко появляется насекомое, то животное стреляет в него чем? Языком. 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 Конечно, языком. Правильно. Практически всю свою жизнь хамелеоны где проводят? На земле или на ветках густых кустарниковых зарослей? На ветках густых кустарниковых зарослей. На ветках густых кустарниковых зарослей. Молодцы. Хорошо. Все сегодня умнички, хорошо работали. Так, у кого какие вопросы есть? У меня есть вопрос. Да, слушаю. А вот у хамелеона, когда он меняет цвет, у него эти глаза не остаются белыми, они тоже меняют вместе с чешуей, да? Меняется именно чешуя. Смотрите, у хамелеона кожа сама бессветная. В них кожи имеются особые клеточки, которые называются хроматофоры. То есть, и в хроматофорах имеется определенный пигмент, да? То есть, окрашивающий гриптилий под окружающую среду. То есть, имеется верхний. Что? Я не об этом. Там просто на картинках, где хамелеоны были цветными, глаза были такие же, как чешуя. Нет, смотрите, есть разные виды хамелеонов. От того, что они меняют цвет, глаза не меняются. Просто имеются разные виды хамелеона. Еще вопросы есть? Подумать нужно. Ну, ребята, тогда жду всех на следующей у себя лекции. Вам лекция понравилась? Да. Ну все, ребята, тогда до следующей лекции. Пока-пока. До свидания. Я вы все...